А мы продолжаем новости. В Казахстане отмечают 300-летие Аблайхана. В Кокшетау в честь юбилея великого казахского полководца состоялась научная конференция, спортивный марафон и торжественный концерт. Дамир Айдаров продолжит тему. С именем султана Аблая, позже ставшего ханом, связано возрождение казахской государственности в середине 18 века. В Кокшетау съехались ученые, парламентарии и эксперты, чтобы изучить и научно осмыслить историческую роль великого политического деятеля своего времени. Слова приветствия участникам форума направил президент Нурсултан Назарбаев, который озвучил государственный секретарь Марат Тажин. Мы на этой встрече не должны ограничиваться открытием каких-то особенных трудов Аблайхана. О чем мечтал наш предок? Чего он достиг? Что наказал потомкам? Чего ожидал от будущего? Что мы должны взять себе на вооружение из истории того времени? Сегодня нам нужно получить ответы на эти вопросы. Насыщенная жизнь великого полководца и мудрого политика была направлена на обретение свободы, независимости, мира и благополучия казахского народа. О многогранности Аблайхана мы узнаем до сих пор. В первом историческом архиве Китая получены сведения о его выдающихся дипломатических качествах. В истории казахского народа было много великих личностей и больших руководителей. Однако среди них особенный, самый уникальный Аблайхан. Если бы не он, то возможно мы были бы на крючке у джунгар или китайцев. Быть может, даже не было бы сейчас такой нации, как казахи. Поэтому я отношусь к Аблайхану с особым уважением. В честь 300-летия великого полководца актеры воссоздали битву казахских батыров против джунгар, а также церемонию провозглашения Аблая ханом всех трех жузов. Дамира Эдаров, Тимур Исинаманов, 7 канал, Акмолинская область.